Всем привет на канале Turkey Space. Сегодня мы с вами посмотрим как заполняется заявление на получение ВНЖ в Турции. Итак, чтобы получить ВНЖ в Турции нам необходимо собрать папку определенных документов. Первый из них это Кира-контракт, то есть нотариально заверенный контракт аренды квартиры. Здесь имейте в виду, что если ваш контракт на 6 месяцев, то и ВНЖ дольше, чем на 6 месяцев вам не дадут. То есть чем больше вы сразу же сняли квартиру, тем на больший срок можно рассчитывать. Второй документ это медицинская страховка. Она оформляется либо в частной, либо в государственной компании. Оформляется она сроком на год. Здесь вы уже выбираете, какая вам больше компания понравится. Третий документ это копия ТАПУ владельца квартиры. Четвертый документ это копия его Кимлика, то есть документ удостоверяющего его личность. Пятый документ необходима копия вашего загранпаспорта. То есть первая страница вашего загранпаспорта и страница со штампом, который вам поставили при пересечении границ в Турции. Следующее, что вам понадобится, это ваши биометрические фото в количестве четырех штук. И сразу же попросите скинуть их вам на флешку, потому что они нам понадобятся во время заполнения онлайн заявки. И последний документ, который вам понадобится, это турецкий ИНН. Как его сделать, вот здесь сможете подробно посмотреть по ссылке. Итак, давайте перенесемся на экран компьютера и заполним наше заявление. Итак, мы с вами на экране компьютера. Для того, чтобы заполнить заявку, нам нужно перейти на сайт e-commerce.goch.gov.tr. Ссылку я оставлю в описании. Сайт доступен на четырех языках. Турецком, русском, английском и арабском. Русскоговорящим подойдет русский язык, я так думаю. Для того, чтобы оформить заявку на ВНЖ, нам надо перейти в раздел «Оформляю заявку на первичное получение разрешения на проживание». Здесь выбираем «Хочу оформить новую заявку». Здесь вводим свои данные, вводим их так же, как они указаны у вас в паспорте. К примеру, все заполняю. Мне заявку сейчас подавать не надо, поэтому буду все заполнять «К примеру». Все «К примеру» заполняю. Выбираем «Холк». Выбираем «Гражданство». Вводим номер паспорта. Я все заполняю. Здесь выбираем способ связи с вами. Можно по мобильному телефону, можно по электронной почте. Если вы выберете электронную почту, то подходит электронная почта, зарегистрированная на доминах Gmail, Yahoo или Яндекс. Лучше выбрать мобильный телефон. Через него проще коммуницировать. Тем более, если вы дальше до этого этапа, то у вас уже, скорее всего, есть мобильный телефон турецкий. Вписываем сюда номер телефона. Все «К примеру». Отмечаем галочку «Прочитал». Вводим символы, указанные картинки от спамеров. И нажимаем кнопочку «Сохранить». После того, как мы поставили галочку, что мы приняли все условия, ввели код, нажали дальше «Сохранить». Нам на телефон придет код. Вводим код. Нажимаем «Продолжить оформление заявки». Выбираем заявку на получение кратковременного разрешения на проживание. Здесь уже некоторая информация о нас введена. Нажимаем выбирать «Выбрать фото». Загружаем фото, которое нам скинули предварительно на флешку. Нажимаем «Вперед». Здесь заполняем недостающие данные. Страну, место рождения, гражданство. То есть, я заполняю все «К примеру». Хочу подчеркнуть, что обязательны к заполнению только разделы, которые выделены красным цветом. Здесь заполняем данные о своем паспорте. Номер документа «Выдавшая страна». Нажимаем «Далее». Оформляю свою заявку. Нажимаем «Далее». И выбираем контактную информацию для связи в Турции. То есть, это где вы проживаете. Район, округ. Улица, здание, квартира. Вводим свой телефон. Турецкий. Это все, к примеру. Вводим электронную почту. К примеру. Нажимаем «Вперед». Сведения о доходах. Выбирайте всегда лучше свыше пяти тысяч. То есть, Гёш может вас попросить, а может не попросить предоставить эту информацию. Но для того, чтобы, чаще всего такая статистика, чтобы все прошло успешно, выбираем свыше пяти тысяч. Указываем источник доходов и профессию. Допустим, разработчик программного обеспечения. Уносим сведения о своей страховке. Салф-действия полиса. Номер полиса вашего. Номер обновления ставим 0. В этом разделе сведения по кратковременному заявлению. Значит, проставляем везде все галочки. На красном. Так. Отмечаем причину вашего пребывания. Туризм. Срок пишем, насколько вы хотите месяцев. Дата начала пишем. И дата окончания. Это я все к примеру здесь ставлю. После того, как вы заполнили эту анкету, необходимо сохранить форму. Потом ее нужно будет распечатать, подписать и подавать в Герч. После этого необходимо записаться на прием. Отмечаем галочкой. Вводим код. Нажимаем продолжить. Выбираем место приема ваших документов. Опять же вводим код. И нажимаем записаться на прием. После того, как вы прошли эту процедуру, вам на телефон придет смс с датой и временем назначенного рандеву в миграционной службе. И к этому времени вам надо все эти бумаги положить в розовую папочку ДОСЯ, распечатать это заявление также, подписать его и вложить в эту папку. И с этой папкой идти к назначенному времени в миграционную службу на рандеву. Как проходит рандеву и как это прошло у нас, мы расскажем в наших следующих видео. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите комментарии. Мы все читаем, отвечаем на все возникшие вопросы. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok